АПЛОДИСМЕНТЫ Поздно воплотил один из ведущих артистов Московского театра имени Рубена Симонова. Я бы никогда не сравнивал эти спектакли, но я их сравнил. И вы понимаете, они оказались полновесными, полноценными, абсолютно разными спектаклями по одной и той же пьесе. Что это такое? Это значит, что пьеса хорошая. Это значит, что драматург, выйдя с открытым заправом к своим коллегам по цеху, и даже в некотором смысле к врагам по жизни внутри и вокруг этого цеха, в общем-то все угадал. Жизнь актера внутренняя, это... Ну, я не буду об этом. Я лучше представлю первого нашего номинанта и уже без пяти секунд лауреата, автора премии, драматурга Валерия Калубина. Пьеса, это, в общем-то, родилась трудно. Пьеса философская, пьеса раздумья, пьеса о смысле жизни. Человек, который, в общем-то, никогда о нем не задумывался. С ним произошли некоторые события, которые заставили его поверить чудеса, заставили измениться. Я очень благодарен за высокую оценку моей работы. Пьеса идет и в Петербурге, и до сих пор это и в Москве. Я очень благодарен, конечно, членам жюри, которые сокроценили мою работу. Большое всем спасибо, большое спасибо зрителям за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Видите, это не случайно, что не случайно. Здесь есть некая несправедливость, господи. Во-первых, в авторах пьесы значатся двое. Калугин и Кемчук. Вы с автором? Ага, Коля стесняется, чтобы ему давали премию, видимо. Ну да, как сокоперщик этого дела. А вообще, надо сказать, я могу дать оценку. Мне было так интересно работать. Это замечательная пьеса. Если бы удалось восстановить в нашем трактовании, то я был бы счастливым человеком. А вообще, спасибо тебе, Валера. Действительно, я не знаю, у кого из вас родилась эта идея вообще. Но некоторые метафизические явления, которые происходят в этой песне, ну, нужно ее хотя бы прочитать. Они, конечно, дорогого стоят. Драматургия вручения этой премии, вероятно, будет продолжена Ивану Ивановичу еще раз, когда я назову его московского коллегу. Но я начал сравнивать пес, и это действительно так. Здесь вышел спектакль поразительно, гротесковый по содержанию и по форме, где мы видели Ивана Ивановича во всем блеске и неизведанных просторах его профессии. А в Москву привезла... Они еще скромники, они пишут мелодраму. Это не мелодрама, это лирика, трагикомическая, некая такая с публицистическим еще выхлестом в зал пьесы. Про артиста, где все коллеги узнают себя. Артист московского театра имени Рубена Симонова, заслуженный артист Российской Федерации, Влад Демченко. Добрый вечер. Ну, во-первых, я уже не артист московского театра Рубена Симонова, поскольку театра Симонова нет. Я просто артист, я этим горжусь. Но то, что есть у меня, есть этот спектакль, есть эта пьеса, «По дороге в Канн», я горжусь этой пьесой. Так получилось, что волей судеб, временно лишившись театра, я надеюсь, что это как-то тоже наладится. Все те роли, которые вновь были сыграны за энное количество лет, они абсолютно органично вошли в историю этой пьесы, поскольку это история об артисте, о его взлетах, падениях. Я бесконечно счастлив выучить вот такую историю. Она очень сильно для меня является очень большой поддержкой. Я уверен и привезу ее уже в конце февраля и опять же в театре Медсовета. И очень буду счастлив видеть своего именитого великого коллегу. Я надеюсь, что он придет. Я надеюсь, что пригласишь. Обязательно, обязательно. И я спасибо жюри, спасибо вам, дамы и господа. И мне безумно приятно, вот в кругу, в подобном кругу, что оценили мой скромный труд. Для меня это премия тоже, могу посчитать тоже неким авансом. Спасибо. И процветание этой премии всем присутствующим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.